В округе отметили День студента. Главной локацией проведения праздника стал Люберецкий центральный парк. Для ребят подготовили большую спортивно-раздвигательную программу с викторинами, конкурсами, песнями и танцами. Подробнее расскажем в сюжете. В парке собрались лучшие студенты Люберец. В их лице Владимир Волков поздравил всю молодежь с праздником и вручил заслуженные награды. Хочется в этот праздник пожелать всем позитивного настроения. Конечно же стараться получать хорошее образование. После этого приходите работать на территории нашего городского округа. Это музыкальный подарок от артистов Люберецкого театра мюзикла «Успех». Алиса Степаненко летом поступила в училище имени Гнесиных. Для нее это первый праздник студенчества. Студенческая жизнь мне нравится много больше, чем в школе, потому что новые люди, люди, с которыми ты на одной волне, которые поддерживают твои идеи, могут создавать с ними новые проекты. В общем, студенческая жизнь – это круто. Я жду сегодня классных эмоций, танцев, песен зажигательных. В общем, море позитивных эмоций. Для ребят подготовили спортивно-интеллектуальный квест. Чтобы добиться хорошего результата, члены команд должны уметь слушать и слышать друг друга. Студентка гуманитарно-социального колледжа Айла Мустафаева с детства на «ты» со спортом. Но во время стрельбы из лука что-то пошло не так. Стреляла в первый раз, но вот так получилось. А так у меня зрение плохое. День студента вообще проходит отлично. Очень прикольные задания придумали. Очень интересные, очень разнообразные, я бы так сказала. И дает повод развеяться лишний раз. Студенты проявили творческие и интеллектуальные способности, знания по истории родного края, в экологии и волонтёрстве. Здесь представлены разные виды волонтёров, ну скажем так, по направленной деятельности. И ребятам нужно угадать слова, которые относятся к данной деятельности волонтёрстве. Квест объединил студентов из всех шести высших и средних профессиональных учебных заведений округа. Первое место заняла команда МГАВК. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.